Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В интернете появился слух, что на Доме-2 планируется новый конкурс. В нем будут принимать участие самые яркие семьи проекта, а также пары старички. Между ними будет разыгран дом, тот самый, который участники проекта уже начали строить. Лера Фрост стала участницей проекта Дом-2. «Спасибо тем, кто рад моему возвращению», пишет девушка, «и бойтесь те, кто этому не рад». В недавнем эфире Сергей Кучеров зачитал вслух пикантную переписку Саши Харитоновой с близким другом. Из нее стало известно, что в свое время Харитонову и Ваню Барзикова связывали совсем недружеские отношения. Но полноценного волшебства между ними не было только оральной ласки. Также Кучеров узнал, что до него, Саша, попадались мужчины с большими детородными органами, в то время как размер Сергея оставляет желать лучшего. Очередное задание конкурса «Свадьба на миллион» на этой неделе – поменяться партнерами. Дима Дмитренко отказался сразу от такого испытания, и их пара вышла из конкурса. Саша Гойзиас и Костя Иванов пока еще сомневаются. Голоса выбывших аннулируют. Артемова написала в своем микроблоге. «Мы хотели отказаться от последнего этапа, но понимаем, что нам нужна и важна свадьба. Ведь столько уже пройдено, и огромное количество людей за нас голосует и переживает». Маша Кахно рассказала, что скоро на поляну приедет ее брат. «Очень жду брата, у нас будет совместный концерт на поляне», пишет девушка. Брат Марии – пианист. Ваня Барсиков и Лиза Полыгалова были на выходном. Гуляем, покупаем друг другу подарочки, греемся в ресторанчиках. У нас все сладко да гладко. Мир в семейной паре Курбана Омарова и Ксении Бородиной вновь оказался под угрозой. В сети появился пост девушки, которая рассказала о приставаниях Курбана, который отдыхал в ресторане в компании друзей, пока Ксения была на работе. Якобы Курбан вместе с приятелем закидали девушек яйцами, пытаясь привлечь их внимание. Девушки сочли их поведение омерзительным и даже пожаловались официантам. Правда, сама Бородина этим сплетням не верит, тем более, что доказательств неверности супруга нет никаких, кроме слов никому неизвестной девушки. Вика Романец и Антон Гусев рассказали, как прошел последний день их отдыха в Дубае. Они отправились на шопинг, сделали дорогие покупки, катались на дорогих автомобилях, которые брали в аренду. Многие фанаты Бузовой до сих пор не могут поверить, что она рассталась с Тарасовым. Сейчас Оля отдыхает в Риме и, как выяснилось, в эти же дни там оказался и Дмитрий. Поклонники Бузовой решили, что это не случайное совпадение, что супруги находятся на пути к примирению. А Дмитрий недавно поделился о том, как идет ремонт в его загородном доме. Совсем скоро он закончится. Согласовываем последние штрихи, осталось немного, написал Тарасов. Спасибо итальянцам, что помогли реализовать задуманное в реальность. Многие считают, что Дима написал этот пост на зло бывшей супруге, чтобы уколоть ее. Марина Мексика сделала себе татуировку на шее и пообещала своим подписчикам, что это будет последняя татуировка. Марина продолжает общаться с Глебом Жемчуговым, они провели вместе вечер. Состоялась премьера песни, которую исполнил Митя Железняк, муж бывшей участницы Дома 2 Елены Бушиной. Многие отмечают, что песня хорошая и голос тоже очень красивый. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.